Сегодня Роспотребнадзор распространил огромный список вин Абхазии, запрещенных к употреблению, начиная от легких напитков, красных, сухих, игристых, коньяков, чач и прочего. Как вы к этому относитесь, как к этому относятся работники водоканала? Не выйдут ли они возмущенные на улицы с требованием открыть доступ в Абхазию, ну и так далее, нашим эшалонам, нашим цистернам, вашим цистернам? Я думаю, что сотрудников водоканала как бы эта проблема не особо волнует, поскольку есть замена абхазским винам, винам другим. МУПы, естественно, должны быть прибыльными. Значит, если МУПы не прибыльные... Но это глупый вопрос. Вроде как, кто скажет, что... Но, нет, но есть одно но. Но такие МУПы, как водоканал и теплосеть, они еще, я все-таки считаю, несут и социальную ответственность. И вот здесь, может быть, нельзя ставить вопрос только о прибыльности этого предприятия. Все-таки у нас есть незащищенные слои населения. И поэтому, как раз-таки, вот эти вот такие важные предприятия, как теплосеть и водоканал, я думаю, нельзя прям вот четко во главу угла ставить только прибыль. Вопрос. Основные потребители услуг водоканала – это, скажем так, частные граждане и юридические лица, предприятия, организации, что называется, предприниматели, малый, там, средний бизнес. Если мы введем для частных граждан щадящий режим, то есть заниженные какие-то тарифы на услуги, а для бизнеса завышенные коэффициенты на эти же тарифы, на ту же воду, к примеру, или водоотведение... Нет, это нельзя поступать. Нет, здесь все-таки все должны платить одинаково. Другое дело, что мы, государство, должны всячески поддерживать энергосберегающие системы, всякие поощрять это, помогать людям, предприятиям все это внедрять. Но платить должны все одинаково. Иначе будет перекос. Тогда у нас физические люди не будут беречь воду, она будет у них литься рекой, и предприниматели должны будут все эти их издержки брать на себя. Что в итоге все равно будет сказываться на цене произведенной продукции, люди все равно за это будут платить. Поэтому в этом нет никакого смысла. Специфика услуг водоканала, вот эта вот без воды и ни туда, и ни сюда, заметно отличается от, скажем, потребностей в ювелирных украшениях. Если денег нет, то можно обойтись без лишнего бриллиантового кольея, а без воды полтора литра в день человеческое существо должно потребить, иначе оно просто заболеет. В связи с этим, можно ли создать реальную конкуренцию на рынке поставщиков услуг ЖКХ? То есть конкуренцию, которая снижала бы цены для потребителей, с учетом того, что потребность не может уменьшиться. То есть мы не можем играть на потребности. Ну, нужно быть реалистами, значит, конкуренцию водоканалу в нашем городе никто никогда не сделает, да и, думаю, в других городах. Другое дело, все время был проект в России создать РАО «Водоканал России» наподобие «Газпрома». Я думаю, это был очень правильный и умный проект. Но почему-то наши власти отказались его воплощать, я не знаю почему. Но вот мое мнение, что это должно было быть в России. Мы видим на примере РАО «ЕС России», что в итоге эта реформа провалилась. И сейчас обратно объединяются все энергетические системы, будут единые. Вопрос времени, когда вода подберется по своей цене к нефти. Поэтому здесь именно должна быть на самом верху государственный подход к этой проблеме, я считаю. Когда вас назначали директором водоканала, весной этого года, в некоторых местных СМИ сообщали о том, что вы разработали какую-то концепцию развития водоканала. В чем это заключается, концепция, что это такое? Ну, концепция водоканала была разработана, как бы, именно действие на вот этот критический период. Потому что, когда я пришел, уже были от МОЗ «Энергосбыта» иски в суде по банкротству водоканала. И нам нужно было, в первую очередь, очень быстро, как бы, загасить вот этот пожар. Наша команда сумела это сделать. То есть, мы сумели погасить задолженности критические МОЗ «Энергосбыта». Они упорно подавали в суды на наше банкротство. Два раза суд выносил решение в том, что мы не банкротов водоканала, что мы состоятельны. И именно это выносилось по той причине, что исполнительные листы, которые имел МОЗ «Энергосбыта» на то время, были нами погашены. Поэтому вот так вот. Перед вашим приходом я достаточно внимательно попочитал в интернете, в том числе и трудовое законодательство Российской Федерации, по части так называемых «золотых парашютов». Система оплаты в этом смысле, высшему менеджменту водоканала, разве отличается от системы оплаты в других компаниях, начиная с среднего и малого бизнеса у нас и кончая муниципальными или государственными предприятиями, где также существуют какие-то компенсационные выплаты в случае, по тем или иным причинам, ухода руководства. Почему вдруг «золотой парашют» и «горовец», «золотой парашютист», так и хочется мне сказать, вдруг вызвал такую реакцию, скажем, у главы нашего города? Ну, хочу сказать, что как бы есть единое законодательство на пространстве Российской Федерации, в котором можно, как говорится, в этом игровом поле играть. Значит, конкретно по ситуации водоканала, которая была вот у меня. Значит, когда я пришел на предприятие, было понятно, что старый менеджмент, как вы его тут называете, новый, старый, значит, ну, со своими обязанностями не справился, да, и нужно было менять команду. Просто если бы кто-то поинтересовался более подробно у сотрудников или у меня, то, значит, на протяжении всей своей работы, вот этих 7 месяцев в водоканале, ну, их там «золотые парашюты» или там «серебряные портсигары», можно называть, я это называю вознаграждение, значит, они выплачивались около 100 сотрудников водоканала. Кому-то больше, кому-то меньше. Мы все понимаем, что люди уходят, значит, я про старую команду сейчас говорю, и многие уходили в никуда. Работу довольно-таки сложно сейчас найти в серебряном фасаде. Естественно, мы всегда с человеком приходили к тому соглашению, как ему будет удобно все-таки на первых порах как-то существовать, искать себе работу и жить, и кормить свою семью. Поэтому это вот такая вещь. Значит, все помнят, какая была политическая ситуация в серебряном фасаде, когда одну неделю один руководитель, другую неделю другой руководитель. Главская чехарда. Да, сети-менеджеры. В этой ситуации пригласить людей очень хороших на работу было очень сложно. Все мне в ответ говорили, Владислав, а тебя через две недели уволят другой сети-менеджера, и что, мы тут срываемся с других работ, и что мы тогда будем делать? Естественно, я людей убеждал тем, что в случае, если такая ситуация вдруг произойдет, быстрее, чем один год они у меня отработали, то они тогда получат компенсационную выплату. И знаете, как глядел в воду, эта ситуация и произошла. Поэтому, как бы, это везде сейчас принято так делать. То есть, чтобы привлечь нормального, хорошего сотрудника, его можно привлечь, так называемый, в том числе, не только большой зарплатой. Потому что зарплата, по тем меркам, которые люди эти работали, не очень были, ну, такие там, супербольшие. Их привлекает социальная защищенность. Сейчас такая еще появилась вещь. Вот поэтому эти вещи были сделаны. Другого выхода не было никакого. И команда себя оправдала. Если мы берем, что было, да? Был долг 25 миллионов перед пенсионным фондом. Сейчас этого долга нет. Долг перед МОСЭнергосбытом был 65 миллионов. Сейчас он 55 миллионов. И все текущие платежи платятся. И так по другим параметрам. Многие вещи сделаны, понимаете? Поэтому я считаю, что эта команда свои задачи выполнили. Ну, про вашу команду ходили слухи, что вы принимали какие-то невероятно жесткие меры в отношении неплательщиков. Речь идет, конечно, о юридических лицах в первую очередь. Насколько эти слухи оправданы? Опять же, жесткие, нежесткие. Эти вещи предпринимались в рамках российского законодательства. Единого российского законодательства, действующего на всей территории Российской Федерации. Они и в Чечне действуют, и в Дагестане действуют, и в Сергиевом Посаде тоже они действуют. Поэтому вот такие действия были. Если человек не платит, не человек в отношении физических лиц мы не принимали. Хотя и физических лиц, я имею в виду частные дома, которые были злостные неплательщики, которые годами не платили, да, мы стали принимать меры. Потому что, ну, если человек не платит за воду, то почему мы должны ее поставлять? Мы поставляем, вы должны платить. Поэтому это нормальные, да, были такие очень жесткие действия в отношении юридических, физических лиц. Ну, а юридическое лицо, оно ведь как-то может уйти? Ну, физические лица, вот я вам прошу простую вещь. Вот мы стали, когда по Симхозу летом работать, идет большой очень расход воды, да. Значит, приезжаем, а там мимо счетчика у людей бассейны на территории, там, метров 15 на 20, понимаете? Это в частных домах. В частных домах, да. И что, мы должны были им аплодировать? Ну, нет, мы отключали воду и насчитывали им штрафные санкции. И самое главное, не оплачивали. И появлялся тот самый баланс, о котором мне говорили. Не могу не задать вопрос, хотя, на мой взгляд, ну, даже не вопрос, а, собственно, проблема или решение проблемы носит какой-то юмористический характер. Но все-таки, все-таки, на полном серьезе, совершенно недавно прошло обращение, сообщение, что депутаты Мособулдумы предложили перекрывать канализацию в отдельно взятых квартирах неплательщиков. Это действительно можно делать. Ну, это же, и куда деваться этим бедным неплательщикам? Бегать во двор? И это, причем, в Москве, это, ладно, еще какой-то поселок тут. Ну, весь парадокс, ну, не парадокс, потому что первыми это сделали на Украине, кстати. Это оттуда идет, из Киева. Я этот опыт изучал, но а что делать, когда человек не платит вам за воду и за канализацию? Вы поймите, что все стоки приходят на очистные сооружения. Очистные сооружения – это довольно-таки дорогая игрушка, чтобы была нормальная экология в городе, приходится содержать. Поэтому мы опять должны соблюдать баланс интересов. Другое дело, что государство, если человек действительно бедный, оно его должно как-то субсидировать, поддерживать. Вот что должно делать в этом плане наше государство. Может быть, это мы можем делать и на местном уровне, совет депутатов, глава города может к ним обратиться, сказать так и так, есть малообеспеченные жители, давайте будем субсидировать водоканалу, значит, и так далее, и так далее, что-то там придумаем. Можно ли сказать, что ваша команда, что называется, поставила вагонетку на рельсы, и теперь вагонетка покатилась, и можно быть спокойным, что долги будут постепенно ликвидированы перед областными предприятиями, ну и так далее, и так далее? Знаете, когда во главе была этой вагонетки я, я мог сказать, да, что это так. Я же не знаю, какие задачи поставлены перед новым руководством. Мне о них как бы никто не говорил, что они хотят, чего они хотят добиться. Мне задача ставилась Андреем Анатольевичем Сахновым, в первую очередь, сохранить предприятие и гасить долги перед МОСЭНЕРГОСБЫТОМ и перед Пенсионным фондом. Потому что, и, естественно, платить местный налог НДФЛ, который весь приходит в городской бюджет, еще раз подчеркиваю, весь. А НДФЛ, значит, предприятие, между прочим, Водоканал, в месяц составляет около 2 миллионов рублей. В районе 2 миллионов рублей, в зависимости. Поэтому я могу сказать, что за время моего руководства этот налог весь платился. И перед бюджетом предприятие Водоканал полностью чистое. Значит, люди, которые работали в Водоканале, вы же знаете, что сейчас накопительная система пенсии идет, да? Что если предприятие не перечисляло на лицо еще человека, то у него пенсии не будет. И вот прикиньте мое состояние. Прихожу, 25 миллионов задолженность Пенсионному фонду, Сергеево-Посадскому. Вы можете спокойно позвонить в Пенсионный фонд, поинтересоваться на 19 марта, какой был долг перед Пенсионным фондом, да? Когда туда пришел Горовец. И какой он был 26 ноября, когда Горовеца убрали с Водоканала. Ну, что вот про себя тут ходить и что-то рассказывать. Позвонить в Босэнергосбыт, какая была задолженность 19 марта, какая 26 ноября. Ну, цифры-то эти никуда не спрятать, они наружу здесь. Налоговая кинтересация, сколько было НДФЛ начислено, сколько оплачено. Поэтому вот так вот. Вы сказали, что не в курсе задач, стоящих перед новым руководством. И все-таки до вас не могли не доходить слухи, которые начали будоражить город, может быть, с подачи работникам Водоканала. Кстати, на Водоканале где-то порядка 500-600 сотрудников. И плюс давайте умножим на 3-4 человека этой семьи. Ну, то есть это солидное число для нашего города. И вот они все начали в другую... Ну, может быть, не все, но слухи, как я понял, идут оттуда. О том, что новое руководство будет банкротить предприятие, или акционировать, или куда-то продавать после того, как будут выпущены акции. Что-то вы об этом слышали? Знаете, я как бы не люблю комментировать слухи, я могу сказать свое мнение, что Водоканал, он как бы вот был муниципальный. Я считаю, что он должен остаться муниципальный, потому что частные инвестиции, вот говорят, вот в такие сектора, они прибыли быстро там не принесут. Поэтому здесь нужно муниципалитету просто вкладывать в основные средства Водоканала средства из бюджета. Вы попрощались с сотрудниками? Как это было все обставлено? Или вы просто исчезли и... Нет, почему я собрал в обед кого-то сотрудников в понедельник, значит, поблагодарил их за совместную работу, пожелал им крепкого здоровья, ну и как бы попрощался с ними. Ну, что хочется сказать, значит, еще по этому поводу? Ну, что в первую очередь я бы хотел, наверное, поздравить с наступающим Новым годом сотрудников Водоканала, пожелать им, чтобы в следующем году у них все было хорошо, они все были здоровы, в семье у них было все хорошо. И все-таки я думаю, что у них все будет нормально, потому что все-таки те вещи, которые мы сделали за 7 месяцев, я считаю, они во многом необратимы. То есть мы намного увеличили сбор денег, значит, с 22 миллионов дошли до 30 миллионов рублей в месяц. Значит, наконец-то сделали, были ремонты многих кровель на водозаборных и канализационных станциях. За многие годы, значит, был сделан ремонт на очистных сооружениях, была полностью отремонтирована лаборатория, проведена ее аккредитация. Поэтому я думаю, что все-таки Водоканала ждет хорошее будущее, и все там будет нормально. И еще один вопрос напрашивается, который наверняка не может не волновать водоканальцев. Опять же, по слухам, то то, что Горовец и его команда получили какие-то увольнительные компенсации, это лишило зарплат всех сотрудников Водоканала. Как бы вам скажу, что в понедельник, когда он уходил, зарплату не получили только всего лишь два подразделения. То есть, могу сказать, что 80% зарплаты было выплачено. То есть, ну, я обычно ее всегда по 30-е число зарплату закрывал. Еще раз говорю, меня 26-го убрали. Но в той ситуации, как у ИСВЛ предприятия, я бы зарплату спокойно бы закрыл до 30-го. То есть, там вопросов нет. Я просто не знаю, закрыли или нет, но я думаю, там не должно быть никаких сложностей. Это не та сумма для Водоканала, которая является неподъемной. И я еще раз напомню, что НДФЛ во всей этой зарплате был закрыт, ее просто нужно выплатить. Еще, пока я был директором, мы как раз купили путевки детям водоканальцев, оплатили, значит, билеты на рождественские и новогодние праздники. Автобусы заказали. Поэтому должно быть все нормально. Водоканал должен хорошо строить Новый год. Новый год.